Всем привет, друзья! С вами Александр Бубнов, я мастер спорта и тренер школы плавания SwimRocket. Сегодня поговорим с вами о таком важном моменте, как тренировки по сухому плаванию. Ведь важно тренироваться не только в бассейне на открытой воде, но и в зале. Только эти два компонента вместе дадут вам хороший результат и быстрый прогресс. Сегодня разберем самый популярный среди любителей стиль плавания – кроль. Поговорим об упражнениях, которые улучшат его технику и помогут сделать грибок сильнее. Одним из самых популярных способов укрепить технику плавания на суше является работа с резиной. Это практикуется практически всеми пловцами и помогает сделать грибок сильнее, а траекторию четче. Приобрести ее можно в сети магазинов Fortmaster. Для вашего удобства ссылку на их сайт мы оставили ниже. Итак, друзья, первое упражнение – это отработка нашего захвата, работа над началом грибка. Смотрим внимательно. Ноги стоят примерно на ширине плеч, колени чуть подсогнуты, спина прямая, шея выпрямлена, взгляд направлен четко перед собой. Голову вверх задирать не нужно, чтобы не портить себе шейные позвонки. Руки изначально прямые и далее мы начинаем подтягивать резину к себе только предплечьями. При этом плечо и локоть стоят на месте, они статичны. Работаем плавно, без рывков, чтобы прочувствовать, как наши мышцы выполняют начало грибка. Данное упражнение поможет вам зафиксировать начало грибка в памяти, и далее в бассейне уже будет работать мышечная память. Важно следить за тем, чтобы локти не гуляли, а движения были плавными и поступательными. Начало грибка это очень важный элемент, от которого зависит дальнейшее прохождение руки в воде. Если вы провалите локоть уже с самого начала, дальше грибок не пойдет. Поэтому, когда мы начинаем грибок, представьте, что обхватываете что-то круглое и затем толкаете под себя. Второе упражнение на резине это окончание грибка, которое направлено на то, чтобы убрать ошибку недогребания. Положение примерно то же, что и в первом упражнении. Единственное, локти у нас прижаты к корпусу, и изначально руки выпрямлены перед собой. Далее мы начинаем тянуть резину за себя до прямых рук. Упражнение очень хорошо прорабатывает трицепс и помогает рукам запомнить, что в конце грибка они должны выпрямляться. Тянем резину плавно, без рывков, чтобы прочувствовать всю полноту движения. Третье упражнение на резине это полноценный грибок и полный цикл. Руки изначально выпрямлены четко перед собой. Положение тела и ног то же самое. И далее мы начинаем с захвата, тянем резину и в конце выпрямляем руки до прямой линии. Обратно руки возвращаются плавно, без сгиба. Снова мы начинаем грибок с захвата, протягивания и дальше выпрямляем руки. Делаем движение плавно и не разрываем грибок на составные части. То есть не надо делать отдельно захват, протягивание и отталкивание. Нужно все совместить и выполнять грибковые движения за один раз. Ребята, все эти упражнения подробно описаны в нашем курсе по сухому плаванию. Также там есть видео уроки и домашние задания. Переходите к нам на сайт, оформляйте подписку и занимайтесь дома самостоятельно. Ребята, все эти упражнения вы можете делать по 20-30 раз за подход. Достаточно будет 3-4 подхода на каждое упражнение. Туда-сюда, 4 подхода, там сам помылся, ушел. Плавник ролям активно участвуют все наши дельты. Передняя, задняя и средняя. Проработать их можно с помощью упражнений с гантелями. Для начала возьмите гантели весом от 1 до 3 килограммов. Если вдруг гантели под рукой не оказалось, подойдут обычные бутылки воды. Больше вес я брать не советую, так как упражнения с гантелями довольно тяжелые. Итак, ребят, для выполнения упражнений с гантелями мы стоим прямо, смотрим четко перед собой. Руки с гантелями опущены по швам. В первой вариации мы поднимаем руки в стороны и затем плавно опускаем их вниз. Поднимать руки выше уровня плеч не стоит, это будет повреждать ваши связки. Во второй вариации мы остаемся в том же положении, но поднимаем руки четко перед собой, также до уровня плеч. Движения плавные, без рывков, чтобы ничего не потянуть и не получить микротравму. Ты что думал? Я помню, как ты меня подтягиваться заставил, а меня потом засрали все. Так ты сказал, что ты можешь сто раз отжаться и подтянуться. Не говорил бы, я бы тебя не заставлял бы. Вот такие движения абсолютно не подходят. Вот так вот. Вот так вот. Выполнять данные упражнения можно по 10-12 раз за подход. Достаточно будет 3-4 подходов. Так, ребят, третьим важным аспектом в сухом плавании являются имитационные движения, когда вы на суше отрабатываете грибки разными стилями. Вы можете работать как плавно, соблюдая все технические аспекты, так и быстро, чтобы раскрутить свои плечи и подготовить организм к нагрузке. Старайтесь выполнять движения максимально точно, сохранять спину прямой, а ноги на ширине плеч. По 30-40 раз каждым стилем этого будет достаточно для разминки и подготовки организма к нагрузке. Ребят, выполняя эти упражнения, соблюдайте одно главное правило. Не заводите руки за центральную ось. Это поможет сделать движения гармоничными и не получить микротравму. Также после любой тренировки по сухому плаванию важно выполнять растяжку, чтобы мышцы пришли в оптимальное состояние и не болели на следующий день. Для растяжки вы можете использовать стандартные упражнения, чтобы потянуть руки, надавить на локоть, прижать руку к себе, а также завести руку за спину, чтобы ладонь была между лопаток. И, кстати, ребят, по растяжке у нас тоже есть свой авторский курс. Там задействованы все группы мышц, ноги, руки и тело. Проходите обязательно на нашем сайте. Ссылку на него оставим в описании. Ребята, обязательно отрабатывайте эти упражнения на суше. Это 100% поможет вашей технике на воде. Ну а на этом все. С вами был Александр Бубнов, мастер спорта и тренер школы плавания Swim Rocket. Счастливо!